Не успели мы запустить новую рубрику, как она тут же стала популярной. Речь идет о новостях спорта, которые ведут сами спортсмены. У нас уже побывали футболисты Бурнаульского «Динамо», которые передали стафетную палочку хоккеисткам из клуба «Коммунальщик». Сегодня обзор самых важных новостей из мира высших спортивных достижений подготовила Ирина Осипова. Ирина, вам слово. Спасибо, коллеги. Беру слово. Напомню еще раз. Меня зовут Ирина Осипова. Я нападающий клуба по хокке на траве «Коммунальщик». Ну что ж, начнем. Буквально через несколько минут «Алтайбаскет» попытается пробиться в финальную стадию чемпионата. Для этого команде Михаила Терехова нужно обыграть в полуфинале достаточно крепкий «Эльбрус». Дело в том, что клуб из Черкеска в этом сезоне уже сотворил сенсацию. Ранее в 1-4-й «Кавказцы» выбили одного из претендентов на медали «Тульский Арсенал». Теперь попытаются сделать то же самое с «баскетовцами». Наши парни, давайте, держитесь там. Болеем за вас. Битва идет до трех побед. Барнаульцы начнут серию двумя домашними поединками. Сегодня и завтра матчи стартуют в 19 часов. Место встречи – спортивный комплекс «Победа». Успевайте! Далее про еще один спортивный объект Барнаула. Это я, дворца зрелищ и спорта. Так вот, сейчас в глобальной сети активно обсуждается вопрос о смене хозяина арены. Называется даже имя возможного будущего владельца. Михаила Дроздова. Да-да, это тот самый бизнесмен, что построил ледовый дворец «Динамо» на улице Жасминной. Говорится и о сумме сделки – 90 миллионов рублей. Стоит сказать, что дворец зрелищ и спорта принадлежит объединению профсоюза в крае. Правда, как считают все те же болельщики, условия для спорта там сомнительны. Да и для зрелищ тоже. По нашей информации, стороны действительно обсуждали детали возможной сделки. Планы очень даже глобальные. Сам же Михаил Дроздов от комментариев для нашей телекомпании пока отказался. У нас, я про мой клуб «Коммунальщик» тоже не менее глобальные планы. Это я про спортивную историю. Перед нами поставлена задача выиграть медали первенства. Будем стараться. Пока же с 10 апреля на целый месяц уезжаем на выездные игры. Увидимся в мае. На этом у меня все. С вами эти две минуты была Ирина Осипова. Коллеги, вам ответное слово. Спасибо, Ирина. Пожелаем вам побед и наконец-то выиграть медали первенства. Субтитры создавал DimaTorzok